Настоящее время Развитие малого и среднего бизнеса – это один из государственных приоритетов. И наша основная задача – делать не только нужные и полезные инструменты для развития бизнеса, но и делать эти сервисы максимально простыми и полезными. Действительно, слова могут быть сложные и непонятные, но цель Центра кластерного развития – быть коммуникационной площадкой для представителей, в том числе аграрной сферы деятельности, туристического сообщества, для того, чтобы они общались друг с другом, реализовывали совместные проекты, генерировали идеи, решали общие проблемы. И для того, чтобы это взаимодействие простимулировать, есть определенный набор мер государственной поддержки, которые реализует Центр кластерного развития и Фонд поддержки предпринимательства. Позвольте все-таки уточнить, что означает слово «кластер» в данном случае? Кластер – это объединение, это взаимодействие предприятий в одной сфере деятельности, в одном регионе, для развития производственных, кооперационных связей, для реализации совместных проектов, для того, чтобы вместе они развивались лучше и больше, чем каждый по отдельности. Вот вы упомянули сегодня две отрасли такого хозяйства, как туристическое и сельскохозяйственное. Это приоритетные области? Почему нелегкая промышленность, например? Во-первых, развитие аграрного сектора и туризма – это действительно приоритетные отрасли в Крыму, что, в принципе, понятно. Во-вторых, это взаимодействие, оно все равно идет от инициативы предпринимателей. Мы даем им инструменты, мы даем им возможности, мы даем им площадку, а взаимодействуют они друг с другом уже, скажем так, при нашем участии, но не по нашей инициативе. Ну, мы связующее звено предпринимателей друг с другом, предпринимателей с органами государственной власти, с научно-образовательными учреждениями для внедрения инноваций, для внедрения каких-то инициатив на уровне государственной власти. То есть мы являемся таким универсальным помощником. Вы сказали, словосочетание «даем инструменты». Да. Какие именно инструменты? Лопату и саху или что-то другое? Или зонтики? Про зонтики вы тоже очень хорошо заметили. Сейчас расскажу немножечко об этом. Мы можем оказывать поддержку с точки зрения финансирования затрат на маркетинговые услуги, на брендирование, на исследование, разработку бизнес-планов совместных проектов, участие в выставочных мероприятиях, специализированные образовательные мероприятия для участников кластера. Мы оплачиваем до 95% стоимости этих и еще многих других услуг. Это же огромные деньги. Откуда они? Это инструменты государственной поддержки. Государство? Да, абсолютно верно. Мы являемся структурой подведомственной Министерства экономического развития Крыма. Развитие предпринимательства – это цель нашей деятельности. То есть если я захочу, например, открыть маленький свечной заводик… Мы вместе. Да, безусловно. И вы поможете мне брендировать его? Я не буду говорить про свечной заводик, но если вы, допустим, захотите выращивать малину или клубнику, а вы, допустим, захотите из этого сделать вкусное варенье, то мы, безусловно, поможем вам забрендироваться, отвезем вас на выставку и сделаем все возможное для того, чтобы о вас узнали. А вот что нужно? Какие-то документы, заявку? Что нужно? Максимально простая документация, заявление, анкета, уставные учредительные документы. И эта вся информация есть на сайте Фонда поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития. И эти все инструменты как раз таки направлены на то, чтобы организовывать это взаимодействие. Я пришла не с пустыми руками для того, чтобы наглядно рассказать примеры наших проектов. В агрокластере у нас очень активно развивается направление по переработке молочной продукции. Наверняка вы... Наверняка в рамках импортозамещения. И в том числе, конечно. Наверняка вы слышали о том, что сейчас очень популярны крафтовые сыроварни. Это имеет большой спрос не только со стороны жителей региона, но и у туристов. И наши сыровары, объединившись друг с другом, поскольку спрос настолько большой, они не конкурируют с друг с другом. Они захотели, чтобы о них узнали. И мы совместно с ними разработали вот такую сырную карту. На этой сырной карте размещены все сыроварни и сырные лавки, которые мы смогли найти. Не только наши участники кластера, но информация о которых есть в открытом доступе. Вот я вижу 20 наименований. Да, абсолютно верно. Это много или мало? Вы знаете, как показывает практика, этого мало. Потому что настолько разная специализация, козий сыр из коровьего молока, разные виды деятельности, овечий, они разбросаны по всем регионам. Ну, это видно по карте. А сколько было бы достаточно? Как думаете, 40, 60? Скажем так, я бы даже немножко конкретизировал твой вопрос. Ведь на самом деле в таком рынке очень важна конкурентная среда. 20 кандидатов. Это много для создания здоровой конкурентной атмосферы? Спрос сейчас гораздо больше, чем то предложение, которое есть на крымском рынке. И если мы говорим только про полуостров, возможно, в несезонный период этого и достаточно. Но эта тема вызывает огромный интерес, в том числе и за пределами республики Крым. И сейчас наши сыровары как раз-таки совместно работают над тем, чтобы расширять географию своего присутствия и выходить на материковый рынок. Поэтому на наш взгляд, и они разделяют наше мнение, этого не то, что недостаточно. У нас очень большие планы, очень большая работа. И я уверена, что таких предпринимателей будет больше и больше. Возможно, здесь есть кто-то, о ком мы не знаем, кого мы здесь не разместили. Информация есть на нашем сайте. На каждого сыровара можно перейти на его страничку. А производятся ли дегустации? Какие? Какие виды сыров? Где находятся? Даже увидеть фотографии козочек из молока, которых сделан этот сыр. Поэтому, если мы кого-то не разместили, мы ждем информации. К сожалению, время нашего беседы истекает. Я бы с большим удовольствием продолжил. Мы вас обязательно пригласим, потому что у меня осталось масса вопросов к вам. С удовольствием, да. Но, тем не менее, все-таки, в последние 30 секунд, пожалуйста, расскажите, как вас найти, чтобы к вам обратиться. Самый простой способ – это город Симферополь, улица Севастопольская, 20А, дом предпринимателя, где можно получить информацию о всех существующих мерах поддержки. Региональные представительства дома предпринимателя есть в 10 регионах. Более подробную информацию можно узнать на сайте Фонда поддержки предпринимательства, на портале Малого и Среднего предпринимательства Республики Крым и на сайте Центра кластерного развития. Мы стараемся максимально быть представленными, поэтому, конечно же, соцсети, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, по вот тем сложным словам, которые были вначале непонятны, вы можете нас найти. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Но я хочу сказать, что мы вас не отпускаем просто так. Перед тем, как вас представит Ирина, еще раз. Конечно, сегодня. Я, извините, так говорю. Предлагаю, вот видите, у нас есть такая фотозона. Да. Мы сейчас тут с вами пройдем и сфотографируемся. С удовольствием. На память. С удовольствием. Мы напоминаем, что сегодня в студии была Мария Третьякова, руководитель Центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Крыма. Прошу вас, пойдемте к нашему телевизору. Только у нас очень важная задача. Знаете, какая? Вы должны улыбаться вот прям широко-широко. Да, мы говорим слово «цифра». Вы знаете, у нас тут недавно случился квантовый переход. Поэтому давайте сфотографируемся, улыбаемся широко, говорим слово «цифра». И на счет три улыбаемся. Раз, два, три. Цифра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok